Актуальности темы производительного и непроизводительного труда, определенных дискуссий, просьб, мы, скажем, изменили тему сегодняшнего занятия. По этому слову предоставляется профессору Санкт-Петербургского университета, доктору философских наук, Попову Михаил Васильевичу. Пока Михаил Васильевич пробирается к своему месту, я еще раз напоминаю, у нас учебное занятие, поэтому прошу следить за временем, как выступающего, до 50 минут, затем вопросы и выступления, заключительное слово будущего. Пожалуйста. Значит, я должен объявить, о чем у нас сегодня идет речь. Речь пойдет о категории производительного труда. Очень важной категории политической экономии марксистской и политэкономии не только марксистской, поскольку эта категория появилась уже в произведениях Адама Смита, на которого Маркс ссылался. Ну и хочу сказать, что я в своем выступлении буду давать некоторые определения, и по поводу определений тоже хочу оговориться, что один человек может дать очень много определений. Проблемы с определениями вообще нет. Я за 100 минут могу дать 100 определений. Но никакого смысла в определениях, как таковых, самих по себе вообще нет. Дело в том, что если человек имеет научную систему, устроенную и строгую, то вот эти определения подчинены задачи построения научной системы как системы истины, так что истина вставляется в научную систему. Сами же по себе определения, по принципу, я вот дал такое определение, я дал такое определение, никакого значения не имеет. Поэтому право как бы давать определение научное, оно принадлежит тем, кто дает научную систему, скажем так. Определение Маркса. Да, именно потому что он создал систему политэкономии, целой информации. Вот, можно сказать, что он такое право приобрел и им воспользовался, чтобы дать те определения, которыми потом пользуются все живущие после него. Скажем, то же самое касается и тех, кто делал какую-нибудь систематику. Менделеев в химии, например. Ясно, что надо его определением пользоваться. Или, скажем, система Ньютоновской физики. Значит, Ньютоновскими надо определением пользоваться, а дальше пользоваться определениями Эйнстейденовскими. Если вы возьмете математику, скажем, геометрию, то одно дело геометрия Евклидовская. Значит, 9000 лет пользовались определениями Евклида, и можно продолжать ими пользоваться для соответствующих задач и проблем. И в то же время, значит, есть уже другая систематика. Есть геометрия Лобачевского. И, следовательно, надо исходить из тех определений, которые дал Лобачевский, а не из тех определений, которые может кто-нибудь взять и придумать. Вот, это очень важно понимать. Поэтому я начну с самого простого. А что вообще понимается под трудом? Труд, труд, это целесообразная и полезная деятельность. Целесообразная деятельность может быть и вредной. Банкинцы тоже занимаются деятельностью очень выгодной. Вот, но их и очень много затрачивают сил, энергии, для того, чтобы поймать кого-то, ограбить. Может быть, даже убить. Рискуют жизнью. Но их деятельность не полезная, не общественно полезная. Она под понятие труда не подходит никому. Доказывать, что труд, каждый труд что-нибудь и производит, это значит ломиться в открытую дверь. Если мы так поставим вопрос, вот труд. Ну, как это пользуется труда? Вот, считайте, что это труд, это и произойдет. Скажем, вот балерина, она танцует. Люди смотрят, они возглавляются, создают художественный образ. Значит, ознакомление с этим художественным образом приводит к тому, что у людей, которые это смотрят, возникает душевный подъем. Они завтра лучше работают, повышать производительность труда и так далее. Можно сказать, что когда балерина, так сказать, крутится ногой, она крутит, так сказать, повышает производительность труда рабочих, которые на следующий день работают. Можно сказать. Есть ли такие люди, которые заняты тем или иным видом труда, которые никак не влияют на производство? Таких людей нет. Правда, не все помогают, некоторые мешают. Но вообще говоря, все влияют. И с точки зрения философии, вообще все в мире связано. И такого, чтобы человек никак своим трудом не повлиял на производство, не бывает. Любой, какой угодно человек. Например, врач, медик. Ясное дело, что если человек нездоров, если врач не вылечит, нет никакого труда. Какая производительность? Он вообще не работает. Invalid. Что такое invalid? Инвалид. Валид, это действительно, сейчас говорят, валидатор поставит. Сейчас же все время недопереводят там. Кто такие девелоперы? Девелоперы. То есть, девелоперы развивать. Так у нас, оказывается, те, которые застраивают, тут все, все зеленое, что есть. Это девелоперы. А трейдеры, кто такие? Тут трейд. Торговать. Торгаши. Ну, не скажут же торгаши. Трейдеры. И так далее. И у нас таких много сейчас. И тоже вроде как определение там. Или говорят, у нас вот сейчас индексы репо. Я даже не разобрался в этом. Но знаю, что это под залог каких-то, значит, этих самых финансовых документов. Когда дают деньги под бумажки. Это репо. Но, так сказать, человек, который этих птичьих, птичьих определений не знает, он уже, так сказать, чувствует себя в тяжелой стране. Теперь, вот в этом отношении хочу сказать, еще раз повторить, что именно потому, что всякий труд, целесообразная и полезная деятельность, он всегда что-то производит в этом смысле. С самого начала все должны знать, любой труд производительный. В этом смысле. Поэтому с самого начала, в каком смысле? В этом смысле, в том, что каждый труд, если он труд, то он что-то делает полезное. Конечно, он производитель. Но, есть другая проблема. Проблема, которая связана с построением системы исторического материализма. С пониманием того, что является определяющим в человеческой истории. А определяющим в человеческой истории известно, как известно, производство и воспроизводство непосредственной жизни, или действительной жизни. Воспроизводство человека и воспроизводство материальных благ. С известного периода, который связан с разложением первопитно-общинного коммунизма, с известного периода, определяющим человеческой истории, стали не ровнородственные отношения, а отношения производственные. Те отношения, в которые люди вступают, чтобы производить материальные блага. И вот каждый марксист, если он хочет пользоваться методом исторического материализма, а именно методом, который говорит, что определяющим является общественное бытие, по отношению к чему? К общественному сознанию. Это не так надо понимать, что если я рабочий, то у меня пролетарское сознание, а если я буржуат, то у меня буржуатное сознание. И это не вытекает из исторического материализма. Из исторического материализма вытекает, что если отношения производственные буржуазные, значит сознание общества в главном основном и в целом буржуазное. Хотя многие люди имеют прямо противоположное сознание, потому что в самом буржуазном обществе есть противоположные элементы и стороны противоположные самой природе капиталистических отношений, и они рождают и противоположное сознание. А что касается отдельного человека, то про него Маркс писал в Тейсах и Пербахе, что каждый человек есть продукт обстоятельств и воспитания. Поэтому какой человек? Поэтому мы знаем, что Ленин с 16 лет дворянин, родился он в семье, конечно, не рабочий, что Шляпников рабочий, а он вечный путаник, и никаким идеологом рабочего класса не является. Маркс, конечно, не рабочий, а Энгельс вообще фабрикант, и, наверное, потому что он фабрикант, то Маркса убрали, этот проспект Кавла Макс и заменили Большим Самсоневским, а Энгельс вот такой длинный, до Парнаса так и идет, потому что как его убирать? Он же фабрикант, и папа у него фабрикант. Поэтому тут все хорошо. Поэтому не будем, так сказать, упрощать метод наш. Значит, с одной стороны, человек проведет обстоятельства воспитания, но когда речь идет об исследовании всего общества, то надо определять, какое общественное бытие. Так вот, для того, чтобы определять, что такое общественное бытие, надо всегда очень строго различать. Непосредственно производство вещей или перемещение вещей или энергии в пространстве, это и есть то, с чем связаны производственные отношения. И производство всего остального, в том числе духовное производство, производство, которое воздействует по-разному на человека и так далее. Здесь есть такая классификация научная. Если человек непосредственно, вот я на этом слове хочу остановиться, потому что ему не везет в современные науки. Люди, которые не изучают диалектики, не знают, что такое непосредственное, не понимают, что слово непосредственно, оно центральное, одно из центральных понятий вообще философской науки. Непосредственно, значит, нет ничего другого между тем, что имеется в виду. Нет никакого средства, которое стоит между тем, кто совершает какой-либо труд и продуктом. И опосредственно, и вы в книжках можете прочитать, опосредованно или неопосредованно, как будто здесь какая-то среда, как будто гидравлика какая-нибудь, вода или масло. Но правильно? По средам. Правильно говорить? Непосредственно или опосредственно. Вот, скажем, инженер, мастер, непосредственно не производит материальные блага. Инженер, мастер, производит материальные блага опосредственно, потому что он участвует в процессе производства, как организатор этого производства. Точно так же, директор завода, начальник цеха, и, так сказать, все, начальник участка, начальник смены, министр, скажем, сталинский министр. И Сталин, так сказать, руководитель народного хозяйства. Ну, как вы думаете, колоссальное значение имеет, так сказать, деятельность Сталина? Вот в этой народной правде, которую мы всем раздали, и говорится об экономической политике, сталинской, и говорится, в частности, об обеспечении приоритета отечественного производства, от сталинской науки этого обеспечения. Конечно, деятельность Сталина обеспечивала колоссальный экономический подъем. Ну что, Сталин непосредственно производил материальные блага или опосредствованно? Опосредственно. Опосредственно. Значит, мы должны прекрасно понимать, что этим не умаляется деятельность тех, кто производит материальные блага опосредственно. Но не умаляется деятельность тех, кто производит материальные блага непосредственно. То есть, если я буду давать прекрасные советы, замечательные разработки, как повысить производительность труда, и разработаю мощный способ быстрого производства молока и жареных рябчиков, ну, если не будут люди непосредственно этих жареных рябчиков производить, и не будут это молоко, то мне придется кушать идею молока и идею жареных рябчиков. Хочу сказать, что Советский Союз в 1971 году стоял на первом месте в мире по числу изобретений. Но на очень плохом месте он стоял по части внедрения их в производство. У нас считалось, что если на двух предприятиях внедрено, то оно внедрено. Представьте себе, ЗИЛ-130 есть на одном только предприятии. Или все предприятия им оснащены. Или Ивановский завод, который производил станки с программным управлением, обрабатывающие центры. Давайте возьмем один станок и привезем его в Центральную Африку и поставим. И одного рабочего. Там будет колоссальная производительность труда и прочее. И что? А ничего. Тут уже зависит от количества. Вот если много таких станков оснащена этим экономика, то значит вы получите высокую производительность труда. А кто отвечает за производительность труда? Вот тут разная ответственность. Рабочие отвечают за то, чтобы сохранить тот уровень технический, технологический, который достигнут исторически. То есть если исторически человечество вышло на этот уровень, вот рабочие в состоянии его поддерживать. В этом смысле, скажем, технологи, инженеры не нужны. Но без инженеров и технологов и без руководителей производства, без той интеллигенции, которая обеспечивает организацию труда, нельзя сделать шаг крупный. Ну кроме мелких изобретений. Крупный шаг в научно-техническом прогрессе. Нельзя повысить кардинальным образом производительность труда. Как бы идет разделение ответственности. Рабочие отвечают за то, чтобы производить на том техническом уровне, который достигнут. А руководители, и в том числе инженеры и технологи, отвечают за рост производительности труда. Потому что если не будет новых станков, там, станков с чекловым программным управлением, станков автоматов, если будут старые станки, если они вообще будут ржавые, как у нас сейчас происходит в экономике, то от рабочих будут требовать одного давай-давай, и это будет не рост производительности, а рост интенсивности труда. А интенсивность труда означает, что большие затраты мозга, мускулов, нервов за одно и то же время происходят. А это значит, что в расчете на единицу затрат труда, на единицу затрат труда, и происходит падение производительности труда, прирост интенсивности. А выработка растет. Но выработка растет вот так, а затраты труда вот так. То есть, поэтому сверхурочные работы и бешеный темп работы приводит к предыдущим временному износу рабочей силы. Больше ничего к тому, что люди получают профессиональные заболевания и так далее. Вот сейчас все сокращают, 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 а диспетчером сокращают. А у них там туча самолетов, и они должны это все делать. И это страшная ответственность и страшная опасность. Потому что рассказывают мне диспетчеры, у него должно быть два диспетчера, сидит один. У него ребенок, мать, он не выспался. Его спрашивают, даете? Даю добро на аэродром. А на аэродром выехала тяжелая техника. Пускается самолет, разбивается, зрели, люди умирают. То есть мы должны очень строго различать, кто за что отвечает. Кто непосредственно производит материальные блага, а кто производит другие блага. Например, какую тут можно провести классификацию, какая есть в науке классификация. Значит, все виды труда, все виды труда можно разделить на три группы. Значит, первая группа. Труд непосредственным основным и основным, потому что есть люди, которые делают и то, и другое. Вот такие конструкторы, которые раз к станку встали и тут же и сделали. Такие инженеры, которые и функции рабочего выполняют. Или пойдите, вы видите продавца, который нарезает вам колбасу и заворачивает. Это какой труд? Непосредственно материально производительный. И в то же время, он ставит на весы и тут же какой. Это умственный труд, контроль, учет и так далее. То есть есть люди, которые совершают и тот, и другой труд одновременно. Куда их отнести? Есть такая философия и понятие границы. Граница. Это одна и та же определенность, которая соединяет и разделяет два нечто. То есть куда их отнести? Границы. А если говорить много, ну широкая граница. Если очень много, так и слава богу, мы придем в полном коммунизме к ситуации, когда все будут работниками. И как говорил Ингельс, никто не будет перекладывать своей части производительного труда на плечи других. Ничего страшного не будет. Сейчас доказывают, что если я вот помою посуду, то наука остановится. Не остановится, ничего страшного не будет. И пол можно поднести. Потому что если кто-то, или вот Белов пишет, что пока, пока кто-то бросает писсуары о куртке, а кто-то их вынимает, то это далеко через социальное правительство. И Лев Толстой писал об этом, что я вот когда сижу за столом, а сзади слуга, который мне все подает, я чувствую, что я, собственно говоря, живу в обществе, которое является больным. Так вот, какие же виды труда? Первый вид. Поэтому это труд с непосредственным основным результатом, который является вещь, энергия, или материальная вещь, энергия, или перемещение вещей, энергии в пространстве. Как мы его будем называть? Это сырой вопрос. Кто будет спорить о названиях, ну, пожалуйста, можно поспорить. Можете переназвать. Номер один можно назвать. Можно, и кому-то не нравится, что номер один, можно номер два назвать. А номер один присвоить другому. Второй вид труда, это труд непосредственно направлен на человека. Он бывает и, так сказать, в двух видах. Либо человека, так сказать, снаружи обрабатывают. То есть занимается организмом человека. Это кто такие? Это, во-первых, врачи. Во-вторых, банщики. Ну, не такие банщики, которые занимаются подготовкой, так скажем. Топкой и так далее. А которые вот драют спину. Есть и такие. Так, массажистки или массажисты. Да? Парикмахеры, которые обрабатывают голову снаружи. Преподаватели, которые обрабатывают голову изнутри. И так далее. Вот, так сказать, это все люди, которые нацеливают свою деятельность непосредственно на что? На что? На человека. Ну, вот, скажем, вот у меня функции какие. Я преподаватель. Рот закрыл, рабочее место убрано. Все. Нет проблемы мытья, там, значит, спецодежды и так далее. Вот, понятно. Третий вид. На преобразование. Труд непосредственно направлен на преобразование форм общественного сознания. Это научный труд. Вот человек что делает? Идея. Некоторые говорят, вот, у нас в Москве был такой эпизод. Сидел товарищ, бедится. Я, говорит, рабочий. А я говорю, кем работаешь? Верстальщиком. Ну, мне-то не рассказывали, я главный ребят когда-нибудь. Я знаю, что ты верстальщик. Человек сидит на машине и перерабатывает одну форму информации в другую. И все. Это какая функция? Функция нечисто. Человек занимается переработкой информации, работает в сфере общественного сознания. Он, может быть, очень много трудится. Салон, может быть, очень тяжелый у него труд. Люди, бывает, умирают от того, что они переработались в сфере умственного труда. Но не надо путать. Одно дело перерабатывать какую-то информацию или знание добывать в сфере общественного сознания. Или, скажем, художник рисует картину. Одно дело рисовать картину, а другое дело делать репродукцию из этой картины. Делать репродукцию из картины – это непосредственно материально-производительный труд. Материально-производительный. То есть непосредственно вот это. Хотя, может быть, человек, который и картины рисует, и картошку чистит. Надо определить, что это у него основное. И преодоление разделения труда между людьми не так следует понимать. У нас будет на эту тему отдельная лекция. Ивана Михайловича Геральчева. Не так надо понимать, что естественное технологическое разделение труда. Не будет разделения труда. Будет технологическое. Но свободного времени будет у людей больше, чем рабочего. А если я два часа работаю токарем, а четыре часа рисую картины, я кто? Художник или токарь? Художник. Сейчас кто ты определяется тем, что ты делаешь в рабочее время. А в дальнейшем, при дальнейшем развитии производительности труда, если, конечно, не будут воровать все это свободное время одни и те же люди, Абрамовичи, Лисины и так далее, которые будут продолжать заставлять своих урочных работах рабочих, а все в свободное время воровать и, так сказать, увеличивать свою челюсть, слуг, которые будут их обслуживать. Значит, в перспективе, вот таким образом, преодолевается разделение труда между людьми, без того, чтобы исчезло разделение труда технологическое. Вот теперь вопрос о терминах. Вопрос о терминах такой. Вот труд, который непосредственно производит материальные блага, или основным результатом, который является материальное благо, называется производительным трудом. Или трудом в политико-экономическом смысле. Так мы разговариваем. В политико-экономическом смысле. То есть есть труд вообще, а есть труд в политико-экономическом смысле. Почему его нужно выделить? Ну, если мы хотим и понимаем, что капитал – это главный труд по историческому материализму, то там прослеживается не движение стоимости, там в виде движения стоимости прослеживается движение вещей. В вечном, там обесчисленный труд велица везде. Капитал накопленный, основной капитал перемены, капитал в виде жизненных средств. Это все накопленный человеческий труд. Где он накопленный? Воплощенный в материальном продукте. Как только я эту грань с нее сойду и что-нибудь еще прибавлю, я уже перестал быть сторонником исторического материализма и уже методом пользоваться не могу. Поэтому вот это нужно различить. Поэтому в третьем томе, когда он рассматривает разные формулировки и трактовки производительного труда, говорит, есть производительный труд в смысле Адама Смита. Вот Адам Смит и так и называл. Производительный труд, это труд, который непосредственно производит материальные блага. В этом смысле кто-то может подумать, что как же так, что вот какой-то фармацевт производит таблетку, какую-то таблетку ничтожную, и его труд производительный, а врач, который человека производит, правильно? То есть он его из больного делает здоровым, он непроизводительный. Но это научное деление. Имеется в виду, что он не производит материальные блага. Вы не будете доказывать, что вы вещь? Не будете. Вы человек. Вы радуетесь, так сказать, мы вас выглышаем, а не принижаем. Обратите внимание на определение на самом начале первого тома капитала. Что такое товар? Товар. Это, погодите, насчет продукта. Это прежде всего полезная вещь. 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 Вот кто это забыл или пропустил, у него дальше пошли. Он может перепутать, но называться это может по-другому. Товар это не такая вещь, которая имеет цену. Земля, например, стоимость имеет? Да. Нет? Нет. Цену имеет. Она не продукт труда. Земля. Земля это мать природы. Ну, конечно, переработанная, земля уже обработанная, возделанная, хотя возделанная может быть уже истощенная, то есть уже у нее цена может быть все меньше. То есть цена здесь иррациональная форма, стоимость и стоимость и нет, цена есть. Скажем, ну даже все продаются в буржуазном обществе, скажем, любовь продается, совесть продается, идеи продаются и так далее. То есть нельзя с этого конца подходить, с точки зрения, вот как вульгарные делают экономисты, они смотрят, раз продается, значит тут стоимость. Еще ничего не значит, что продается. Раз продается, значит это подтягивает, притягивает стоимость. Как можно притянуть стоимость? Ну, вот эти все певицы, которые орут, так сказать, под фанеру, они что делают? Берут и притягиваются, стягиваются. Сами удивляются, говорят, что это наша группа такая популярная. Действительно, что она такая популярная? Потому что это выгодно, так сказать, это своего рода наркотик. И он выгоден буржуазному обществу, и он решает денежные проблемы тех, кто этим занимается. А что такая богатая там певица у нас, Алла Пугачева, что такая великая певица? Деньги собирает. И вот они друг друга выставляют, вот теперь этого, вот сейчас везде уже Стас Пьеха разрешен. Это что называется? Раскручивается. И так далее. Ну, это мы берем, так сказать, поверхность явления. А я возвращаюсь снова к этому делению и к классификации. Так вот, труд, непосредственным основным результатом которого является, материальный благо называется, производительным трудом, в смысле Адама Смига. Труд, непосредственным основным результатом которого является воздействие на человека, неважно какое, или в смысле на организм человека, или в смысле воздействие на голову, это услуга. И третий вид труда, это труд, который непосредственно состоит в преобразовании форм общественного сознания. Труд наука, искусство, культура и так далее. Вот и все. Третьего тут, больше четвертых тут нету. Все туда укладываются. Других видов труда нет. И эти вот три группы делятся на две группы. Первая группа это непосредственно материально-производительный труд, а остальные это труд, в смысле Адама Смига, непроизводительный. Теперь, если мы будем читать не только первый тон капитал, а пройдем второй и заглянем в третий, то в третьем мы обнаружим, что Марс говорит, что надо понимать производительный труд не только в смысле Адама Смига, а еще поставить вопрос с точки зрения капиталистического общества. С точки зрения капиталистического не общества, а прежде всего производства. И здесь он ставит вопрос, как сторонник и разработчик исторического материализма. А с точки зрения производства стоимости, какой труд производительный? Значит, если кто-то производит вещь, огурцы, и огурцы не выносят на рынок, этот труд в товарном хозяйстве не является производительным. С точки зрения товарного хозяйства, правильно? То есть он, так сказать, в банке-то закатал, потом открыл, с картошечкой сел, а это не товар. Товар, это если вот Чубайс цветочки вырастил и не подарил тетеньке, а понес на рынок. Вот если он понес на рынок, это товар, а цветочки, которые он не понес на рынок, это не товар. Поэтому труд по производству тех товаров, которые выносятся на рынок, или продуктов, которые выносятся на рынок, то есть товаров, является производительным. А тот же материально-производительный труд, в смысле Адама Смита, который не создает стоимость, поскольку это не товары, он не является производителем, в смысле товарного хозяйства. А поскольку капитализм это всеобщее товарное хозяйство, то это уже, так сказать, первое служение. Но можно поставить по-другому. Не всякий труд, который создает стоимость, создает прибавочную стоимость. Например, вся мелкая буржуи. То есть не маленький буржуи, а мелкая буржуи. То есть мелкие хозяйчики, работающие на рынок своими средствами производства. Вот все крестьяне в России. Или как называемый у нас мелкий бизнес. У меня, говорит, свое дело. Я 16 колготок одеваю, еду в Польшу, снимаю 15 колготок, приезжаю сюда с деньгами. Это мелкий бизнес. Или у меня, значит, ларко-бизнес. У меня там есть нововведение, и у меня там есть ведро, и туалет не нужен. И вот это нам сейчас подойдет под видом нововведения. Надо ли поддержать мелкий бизнес с точки зрения марксизма, поддерживать вот этот класс, который вообще не должен существовать в капиталистическом обществе, мелкий буржуи, потому что он разлагается на рабочих 99% и капиталистов 1%. Он разлагается. Давайте, говорит, его поддержим. Да нет, давайте лучше поддержим крупный капитал, а еще лучше, давайте поддержим госкапитализм. Потому что в госкапитализме есть полная материальная подготовка социализма. А вот с этими, которые, так сказать, сидят в ларьках, никакого социализма построить не можем. Поэтому Ленин говорил, когда говорил о НЭПе, что у нас союз с госкапитализмом для борьбы с мелкобуржуазной стихией. С госкапитализмом союз. Потому что с этой стихией, ну, невозможно бороться. Что же с ними сделаешь-то? Пусть капитализм с ними борется, а иначе мы будем, что, с винтовкой находиться и бороться с этой самой стихией. А психология у них страшная, они за рубль удавятся. Вот эти, которые, потому что у них какая идеология? Это психология. А идеология какая? У каждого мелкого буржуа идеал стать крупным буржуа, стать настоящим хозяином. Поэтому нет страшнее эксплуататоров, чем кулаки, например. Которые вчера еще были вот крестьяне обычные, а стали уже эксплуататорами. То есть они большую часть своего дохода получают от эксплуатации чужого труда. И вот, значит, с точки зрения производства прибавочной стоимости, не весь труд, не всякий труд является производительным, а только тот, который создает прибавочную стоимость. Если вы мелкие хозяйки, ваш труд не производительный с точки зрения производства прибавочной стоимости. А раз это общество, в котором главное это производство капитала, то есть прибавочная стоимость, производительный только такой труд, который создает прибавочную стоимость. То есть на капиталистической фабрике или капиталистической мануфактуре изначально, а потом на капиталистической фабрике. И, наконец, вот Маркс, например, это видно по всему капиталу, он с уважением относился к промышленной буржуазии и делил на буржуазию промышленную, торговую, финансовую и, наконец, рантье. Промышленная буржуазия, она эксплуатирует рабочих, но она организовывает производство, и ее деятельность является некоторым этапом в развитии производительных сил. И она обеспечивает материальную подготовку советов, он сформирует рабочий класс, дисциплинирует его, занимается образованием по необходимости, без этого приважной стоимости не получишь. Поэтому до известной степени можно сказать, что капиталистический способ производства – это способ развития производительных сил. И эту функцию выполняет прежде всего промышленный капитал, или промышленный капиталист, как выражение этого, персонификация этого капитала. Потом идет торговый. Эти, конечно, уже купить, продать, они уже такую роль в такой степени не выполняют, но они тоже необходимы. Финансовый капитал. Если это не ростовщический капитал, как у нас сейчас, у нас банков нет, у нас ростовщики. Берут в рост деньги, причем берут где? Сначала берут в центра банки под 10%, а раньше было под 12%, и дают по 24%, и деньги складывают в карман. Все. Это не банки, а банк – это такая организация, которая собирает временно свободные средства в производстве, обслуживающие производство, и временно свободные средства направляет туда, где есть временные финансовые затруднения. И вот это банк. Таких банков у нас, ну, в общем-то, и нет сегодняшнего. Нету ни одного. А вот этих контор, которых все нужно закрывать, потому что это ростовщические конторы. Хотя вроде нам еще и Казмар Портков объяснял, что если на третке слона написана надпись «Буйвол, не верь глазам своим». Вам напишут в банк, если думаете, что банк. Это просто люди живут, как вас обут. Идите, потеку возьмите. Там, значит, одна квартира, по цене трех. И вы сдали, и денежки потекли. Ипотека. Так вот, за торговым идет финансовый капитал, в той степени, в какой он действительно банковский капитал. Он тоже необходим для производства. Он тоже, можно считать, что выполняет определенные деньги. И работники, занятые в нем, в этом смысле, тоже производительные работники. Они как бы, так сказать, содействуют производству капитала. И, наконец, рантье, которые просто положили в банк, и деньги у них капают. Достаточно большую сумму надо положить, чтобы было гораздо больше, чем получают рабочие. И все. И больше ничего делать не надо. То есть это просто паразиты. Так вот, с точки зрения последней, еще есть одно определение производительного труда у Марса в третьем доме. Труд, который приносит прибавочную стоимость. Вот прибавочную стоимость приносить может вообще любой труд. И даже не труд. Прибавочную стоимость приносит массажистки, проститутки, певички. А певичка специально говорит. Антрепренер организует здесь певичек, чтобы они несли денежки. Тогда что получается? То есть вот эта вся публика, которая считается, что она приносит прибавочную стоимость своему хозяину, организатору этой всей миссии по перетаскиванию прибавочной стоимости, они откуда перетаскивают прибавочную стоимость? Они отбирают уже теперь от промышленного капиталиста. И частично от рабочих, частично от других слоев, в свою пользу. И тем самым собирают эту прибавочную стоимость. Собирают. Вот приносят прибавочную стоимость. Вот в этом смысле самое широкое определение производительного труда таково. Труд, приносящий прибавочную стоимость. А приносить может любой. Врачи, так сказать, вот говорят, надо вам сделать операцию. Тысяч на сто. Фармацевты, которые вам не дадут, таблетку, которая стоит 2 рубля, дадут, таблетку, которая стоит 2 тысячи рублей. Что они делают? Они обеспечивают. И они приносят очень много. Вот он выписал рецепт, а ему за такой рецепт, что он такие рецепты выписывает, ему деньги дают за то, что он это делает. Поэтому, если мы по этой линии пойдем, то есть какой труд в капиталистическом обществе может приносить прибавочную стоимость, так и все могут приносить в виды труда. Приносить все могут. В этом смысле, в этом смысле, все можно считать производительным. Вывод. Когда мы говорим о производительном труде, надо всегда добавлять в каком смысле, что он производит. Непосредственно материально производительный труд. Труд, который производит стоимость, его уже меньше. Труд, который производит прибавочную стоимость, его еще меньше. А труд, который приносит прибавочную стоимость, ну, все может. Ну, все. Все, что даже вообще не труд, и все равно может приносить себе прибавочную стоимость. Прибавочную стоимость может просто пойти, убить этого капиталиста и забрать деньги. Это уже, правда, не труд, это уже пошло... Он уже не подпадает под определение труда. Нельзя это считать общественно полезной деятельностью. Ну а в каком-то смысле, может, это и полезно. Пусть они вот заберут у него. Нам-то от этого что, плохо, что ли будет? Ну вот, собственно, вот это можно сказать с точки зрения определения. А какое это имеет значение для решения других вопросов, вот наших политических? Дело в том, что определение рабочего класса и крестьянства зиждется на понятии производительного труда. Можно сказать, что вот рабочий класс и крестьянство это люди, которые заняты непосредственно материально-производительным трудом. Вот четкая грань. Например, летчик. На грузовом самолете. Кто он? Рабочий. А какой у него образователь? Высший. Естественно, высший. А какой у него труд? Умственный или физический? Да умственный, конечно. Что там физическое? Ну что это такое? Там все очень легкое. Там никакого физического труда нет. То есть, не это критерия несения его к рабочим. Но он непосредственно действует на что? Это средство производства. Самолет, грузовой. Ну, есть автомобиль грузовой, есть самолет. Как и разница. Есть электрокар. Человек, который на электрокаре работает рабочий, а на самолете, если он работает тем же самым, водителем самолета, кто он такой? Рабочий. А если вы возьмете водителя автобуса, который точно такие же трудности испытывает, еще и большие трудности, чем водитель грузовика, потому что вот поедете сегодня по улицам нашим на автобусе, на общественном транспорте, он рабочий? Нет, не рабочий. Почему? Потому что труд его нематериально производительный. Услуга. Но он по своему положению непосредственно примыкает к рабочим очень им близко. А ведь диспетчеры, рабочие или не рабочие, которые мы на первой полосе о них пишем, они нам дают образец классовой борьбы. И они себя считают рабочими с точки зрения политэкономии неправильно. Но они-то не рабочие, это люди сугубо умственного труда, которые вот так вот показывают, как чего, и говорят, куда ехать, куда лететь сейчас. Головы. Решают шахматные релы все время, постоянно, в течение своей смены. Это люди умственного труда. И это люди, непосредственным результатом которого не является никакое производство материальных плат, энергии. Ну, от них зависит, угробят, так сказать, людей, и технику, и средства производства, и все что угодно. Или они будут сохранены. Вот какова их вот. Точно так же, как от военных, зависит, будет наша сохранена жизнь, здоровье, страна или нет. У них труд, конечно, не производительный. У них не средства производства, а средства уничтожения вообще. То есть средства производства разрушений у них в руках. А не материальные. Ну, в этом смысле не производство. Но те, кто производит военную технику, те материально производительные труды имеют. Так, вот, если вы возьмете третий том собрания освещения Ленина, самый скучный из всех томов Ленина, это развитие капитализма в России. Он сидел в ссылке, посылали ему родственники, книжки всякие, статистика. Она была замечательной, гораздо лучше, чем сейчас в России. И все можно было с помощью этой статистики описать. И вот он и писал там, значит, как разделить все общество. Вот возьмем чистые рабочие, в чистом виде, то есть рабочие, которые непосредственно производят материальный плаву, пролетариат. И чистых промышленных буржуа. Сюда добавим уже, так сказать, просто так, бедных крестьян, там, пледников, полурабочих, там, полупролетариатов. Сюда добавим офицеров, там, добавим сюда священников высокого ранга. А попов чельских он отправлял вот сюда, ближе к рабочим. Потому что они и с христианинами, и в случае рождения ребенка, и в случае смерти христианина. И живут они от того, что им подадут, как говорится, община им подаст, вот на том и живут. Поэтому, если вот вы посмотрите, это вот в конце третьего тома, собранное сочинение Ленина, «Рождение Катарина в России», вот такая, так сказать, рисуется картина у Ленина. И, так сказать, постепенно все общество разделяется на две большие группы, хотя вот такие чистые классы, они как бы как ядрышки, а вокруг них наворачиваются, наворачиваются, наворачиваются. То есть, как бы нужно разобраться, кто в классовой борьбе будет, на чьей стороне стоять. На одной стороне будут стоять рабочие, на другой стороне будут стоять промышленные буржуазии, а дальше, кто на какую сторону встанет. Я уже не говорю о том, о той оговорке, этого оговорка я делал, что, скажем, вполне возможно, что очень, так сказать, образованные люди, прогрессивные люди, представители интеллигенции, в том числе военные интеллигенции будут сражаться на стороне красных. Почему? Потому что вот генерал Царский рассуждал там, я служу России, в России установилось правительство. Я политику не собираюсь. Какое оно есть там, рейнерское правительство, я его буду служить. А вот Антанта, это иностранные. И, скажите, пожалуйста, более высокий уровень подготовки у кого был? У царских офицеров и генералов, которые вошли в Красную армию, или которые вошли в Белую армию? Цвет царской армии вошел в Красную армию, а не в Белую. И это, вот скажем, если возьмете некоммунистическую книжку Пушкова, красный монарх про Сталина, с институтичным тиражом, или там «Редяной трон», там все данные приведены, пожалуйста, которые говорят, я считаю, что Сталин это никакой не коммунист, и это все это сказки, там что-то. Важное дело, что это был вот красный такой всякий. И все там дальше разбирает, и приводит очень хорошие спортивные данные. И для того, чтобы и другие данные, в том числе, например, данные процессов прямо, которые были, эти вот процессы 1937 года, это было что-то закрытое, пойди их найди, а они теперь у Пушкова книги напечатаны, а во второй книге «Редяной трон» там перья и воспоминания, так сказать, истории создания партийных организаций за Кавказе. То есть ценность вот этих книг в том, что это, ну, не прямые коммунистические книжки, которые скажут, ну, это вы коммунисты, там вы как всегда подтягиваете, ничего подобного. Обычный, так сказать, человек, ну, просто, ну, не такой, который, как вот эти вот демократы, про которые говорят, что такое демократия. Демократия — это власть демократов. Которые готовы врать все, что угодно. Политически не ориентированы. Да, очень ориентированы политически на буржуазию. Очень ориентированы. Для них нету ничего святого. Они все исказятся, роман и так далее. А? Про Пушкова? Нет. Пушков ориентирован на так вот патриотически настроенные, которые хочет разобраться. И хочет показать, ну, не надо же представлять там Сталина агентом царской охранки. Он это разбирает в сказку, очень убедительно. Скажет, ну, это вообще глупость, что они там пришли. И разбирает все эти подделки, которые делает. Причем это делает человек, ну, никакого отношения в прямую не имеющий, Коммунистической партии, тот человек, который деньги набрал на всяких фантастических романах, а потом взял и написал книгу правильно. Вот для нас это очень важно, категория производительного труда, потому что я вспоминаю первый учредительный съезд в Российской коммунистической рабочей партии. Там были, там очень такая вот косвенно интересная складывалась. Большинство на учредительном съезде все-таки было не рабочих на съезде. А в уставе стояло, что все решения принимаются при наличии большинства рабочих. Во всех органах, если принимается решение, большинство рабочих было. Ну, и надо было людям подняться на то, чтобы за это проголосовать. Но были и некоторые деятели, которые кричали, нет, так сказать, вот мы рабочие, и там один сельский учитель доказывал, что он рабочий. Нет, крестьянин. Я спрашиваю, вы кем работаете? Вас сельским учителем. Ага, ну, говорю, тогда я тоже крестьянин, только я профессор. Вся и разница. То есть вы пашите, и мы пашем, так сказать, обрабатываем головы. Вы там обрабатываете головы, там, в полях, там, и тут, и здесь, и в городе. Ну, что здесь изображать? И такое впечатление, что люди чувствуют себя ущербными, если себя не записали в рабочих. Вот есть такие интеллигенты, которые не совсем интеллигенты. Они, видимо, очень боятся, что если они себя не пишут, в рабочих не начнут голосовать, то они, видимо, не наберут сторонников. Но если я не найду двух рабочих, которые меня поддержат, будучи интеллигентом, то я не интеллигент. Меня надо догнать по данной метлой из интеллигенции. Что же я за интеллигент такой? Что я двух рабочих не могу убедить. Всю жизнь учился, образование получил. У рабочих на шее сидел, не способен, скотистенно доказать двум рабочим. А нужно обязательно мне голосовать. Или я обойдусь, у меня вот голос. Я думаю, это вполне понятно каждому нормальному интеллигенту, который не чувствует себя ущерба. Тут вопрос в другом. Вопрос в другом. Что человек, не являющийся рабочим, выполняет ту функцию, которая является не менее важной в обществе. Горький говорил так, что вы же прожектор. Вы же указываете путь рабочему движению. А вы хотите уйти из этого положения прожектора и спрятаться, и сказать, что я вот рабочий. Нет, дорогой, ты интеллигент. Тебя выставили вперед. Тебя выставили вперед, чтобы ты дорогу указывал, а ты хочешь спрятаться в толпу. Там рабочий, эквалифицирован, делать свое дело. Ты им покажи, куда это все направление идет. И покажи, и расскажи, и докажи. Это твоя мечта. Поэтому, как известно, нет плохих специальностей, есть плохие мастера. Вот я, наверное, на этом закончу. А поскольку речь, вот мы находимся здесь не где-нибудь, а в помещении Российской Коммунистической Рабочей Партии, для нас вот эти определения, о которых сегодня шла речь, ну являются политически принципиальными, не только идеологическими. Потому что речь идет о том, чтобы, значит, здесь, во всей чистоте сохранялось, в отличие, может, от других партий и движений, понимание того, кто такие рабочие. Вы пойдите в Москву, приедете, и увидите, в Совете Рабочих. Нет большинства рабочих, нету, и не было никогда. Потому что как-то вот Совет Рабочих, ну вот, я вот все не понимаю. Вот если я приеду на Совет Съезд Художников, а я рисовать не умею, или на Совет Композиторов, мне скажут, дорогой товарищ, есть у вас ученый совет? Вы, доктор Новго, идите туда. Нет, вот я, почему-то люди считают, необходимо приехать на съезд рабочих и записать себя в рабочих. Мне вот это глубоко непонятно. И не просто непонятно. Мне понятно, что люди, видимо, ущербны в плане своем профессиональном, и они не хотят свою миссию выполнять, а скрываются под видом рабочих. Не надо нам этих скрываний, вот я считаю, в Российской ГМП, здесь каждый человек, в партии соединяются обязательно рабочие с нерабочими. В партии из одних рабочих не бывает. Потому что, и Ленин это давно показал, что делает. Что самостоятельно рабочий класс не может выработать пролетарскую идеологию. Не потому, что там нет умных людей, а потому, что у них отняли свободное время, им не дают возможности приобщиться к науке, и поэтому без интеллигентов, которые вносят сознание в рабочий класс, рабочие партии не создают, и рабочий класс не может стать классом не только в себе, но классом для себя. Другое дело, и Ленин, и Маркс, и вы, и я. Мы на этом стоим. И понятное дело, что это вот непростая задача, а рабочие должны быть настолько сознательны и образованы, вот скажем, говорят, в том числе и таким вот университетом, чтобы они контролировать интеллигентов, потому что мы знаем, что предает интеллигенты сплошь и рядом, и вся история рабочего движения покажет таких предательств очень много. Был, 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 и потом раз и свернул. Понравилось. Начал свои решать проблемы за счет рабочего класса. И сейчас, в современных профсоюзах, не будем на этом сегодня останавливаться, сплошная цепь измен. Сплошная просто, вот, скажем, невиновская организация. Защита труда. Только что было 1600, уже 480 осталось человек. Один ушел в другой профсоюз. Руководитель. Руководитель профсоюза. Скажем, в профсоюзе докера. Калийский возглавлял, фортовый комитет РПД. Где он? В администрацию ушел. В авиадиспетчер. Ежов возглавлял профсоюз. Ушел в администрацию. Это где? В Москве. В авиадиспетчер. У нас Макаров был, профсоюз возглавлял. В облако в профсоюз. В каком порту? Не в порту. Ежов авиадиспетчера возглавлял. В авиадиспетчер. Там же в порту. Не знаю. Не знаю. Вот мне сказал об этом. О, Валеву рассказывал. Не знаю. Уважайте. Я его лично не знаю. Макарова мы знаем. Есть вот у РУ. Значит, кем он был? Он был представителем работников, да? Потом его позвали и сказали, иди сюда, и тебе денег больше дам. И с кем он стал зампредставителя президента. То есть зампредставителя президента. Государство это кто такой при капитализме? Это совокупный капиталист. Правильно? Это орган, комитет по делам буржуазии. Когда говорят, вот у нас три стороны у нас. Какие у вас три стороны? У вас две стороны. На одной стороне работники с плохими профсоюзами в лице Шмакова. А на другой стороне значит, организованный капитал и отдельные капиталисты, предприниматели. То есть два тупых угла. Поэтому, конечно, рабочие должны быть не в таком состоянии, что им вот сейчас как будут излагать, а они, так сказать, ничего в этом не понимают. Рабочие должны быть достаточно, и достаточно много рабочих должно быть в партии, таких, которые разбираются в теоретических вопросах, иначе партии не будет. Поэтому, что же за внесение интересного сознания в рабочее движение, если от этого внесения не будет вот тех рабочих, которые в состоянии проконтролировать по принципиальным вопросам интеллигентов. Ну, Хрущев такой, кто такой? Кто он такой был? Он же первым секретарем был у нас. И что он сказал? Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. И что же как-то партия реагировала? А как реагировала? Ну, надо было хоть в первый класс походить, я имею в виду экономический, политический, для партии. Ну, если социализм это первая фаза коммунизма, он с какого времени начался у нас в России, коммунизм в первой фазе? С какого времени? С начала 30-х годов. Поэтому нынешнее поколение советских людей к тому времени давно уже жило при коммунизме. А смысл этой фразы, Хрущевской, выяснился сейчас очень ярко, что нынешнее поколение советских людей будет жить при капитализме. Вот мы и живем. И органское радио говорит теперь, когда его спрашивают, когда будем жить при коммунизме, отвечает очень просто. При коммунизме уже жили, дескать, поживите при капитализме, поборитесь теперь. Поэтому я думаю, что наша вот собственная история показала, что за ошибки теоретические, идеологические, за вот неправильные формулировки, за то, что не знали, что есть в какой труд и кто есть в рабочий класс, а что не есть в рабочий класс. А вот я брал, например, карандаш и смотрел. Выборы верховности от нас большинство рабочих, да ничего подобного. Посчитайте по специальностям. Не большинство рабочих и колхозников было давно уже в советское время. Давно уже. Потому что туда директоров заводов, рабочий класс заносили. Значит, председатели колхозов, но он же колхозник. Согласитесь, что он колхозник. Но он колхозник, но он не председатель производителя. Он не крестьянин в обычном смысле слова. Хотя он, конечно, колхозник. А все кооперативщики радио не колхозники. А кооперативы у нас стали создаваться, как вообще капиталистические предприятия. То есть мы очень настрадались, так сказать, с этими проблемами. Поэтому я думаю, что совершенно правильно, что мы, так сказать, к этим проблемам возвращаемся, чтобы их, так сказать, отточить до себя. Все. Переходим к вопросам. Спасибо, Николай. Пожалуйста. Посьба представляться. Если все еще знают друг друга. Представить? Желательно. Конечно. Не денег. Я был еще в событии. Я летчик. Как вы считаете, нефтяник, который добывает сырую нефть, перерабатывает, в смысле ее достает, портон эту нефть при наших, в Советском Союзе, везут на нефтеперерабатывающий завод, ее же не там, на выходе ее делают. А ее надо отвезти еще. То есть погрузить, налить эту бочку, машинисты составят состав 60 минимум этих бочек, провести самые дорогие затраты у нас, в Советском Союзе, в раскиданной стране. Правильно? Да. И вот этот диспетчер, вот его сейчас оскорбили, вот по сути дела, оскорбили в городе. Он... Фамилия, кто оскорбил? А? Кто оскорбил? Фамилия? Я оскорбил? Пожалуйста. В чем оскорбление, расскажи. Я вам сейчас... Давай, очень интересно. Вопрос, в чем у вас? Вопрос, вас оскорбил я или нет, да? Нет, диспетчер. Вопрос задайте, задайте вопрос. Я вам задаю вопрос. Задайте. Рабочий или нет? Нет. Вот, видите. Вижу. Так вот, я вам... Еще вопрос такой. Нет, вопрос еще какой у вас. Я ответил вам вопрос. Ответил я уже, вы спросили. Диспетчер, рабочий. Это выступление по том. Просто вы не согласны, это ваше выступление. Вопрос, ответит еще? Нет. ответ у меня очень точный диспетчер нет вот и приходится кавалюс просит президент федерального процесса нет конечно нет конечно а я почему не рабочий я один день докером работал один день докером работал на сегодняшний день на месте работы я подтвердить могу вот эти вопросы пожалуйста переходим в опросы пожалуйста нет вопрос нет а вот как раз глободневный вопрос какие точные точные определения ну как марсер сложное явление оценивал и внутреннее явление что происходит в человеке по каким определениям можно считать по внутренним и по наружным изменениям человеке что он определяет для себя и что в нем происходит внутри там обмен веществ там нагрузка на нерв как эти принципы делят на как эти принципы делят людей на рабочих и не рабочих потому что логика этих людей тоже потом я скачу с 5.5 логика этих людей тоже очень сильно отличается как они рассматривают все вокруг себя есть ли какие-то нынешние работы по этому поводу узнать ну вот чтобы непосредственно выдавайте вопрос точные детали точные детали на рабочего и нерабочего значит по тем пунктам которые вы назвали не проводится деление на рабочих и нерабочих вообще потому что это во первых во вторых то что вы сказали внутренние явления Внутренних явлений не бывает. Явление это то, что вовне, а то, что внутри называется сущность. Вообще мы исходим из сущностей. Так вот, по сущности своей, по сущности своей, вот одни занимаются одним видом, другие другим видом. И вообще ничего морального здесь, никаких оскорблений здесь вообще быть не может. Хотите, мне сказать, считать, а вот так, назовите, вы хотите сказать, что я не очень умный, пожалуйста, я соглашусь. Время ограничено. Ограничено, ограничено. Я же, ну считайте, что я сам себя оскорбил. Тоже, и вас тоже. И вас тоже. А вы грузовой были, вы на грузовых самолетах слетали? Или на тех, и на тех. Ну вот, когда вы летали на грузовых, вы были рабочими. А позади? Тогда нет. Нет? Нет. Ну я сейчас пойду лопатой буду копать. Я буду приговорить на работу. Если меня очень это оскорбляет, я сразу возьму лопату, сейчас выйду во двор и буду копать. Русские, это вопрос, можно задать? Да, пожалуйста, пожалуйста. Вопрос самый... Это не критерий. Нет таких критерий в науке для выделения. Я все критерии назвал. И добавить к этому ничего не могу. Извините, рабочий, не рабочий, это самый тот вопрос, который вы поняли? Не самый. Не самый. Это не самый. Это важный вопрос. Это не самый. Образование, гуманитарное или... Никак не вредит. Никак не вредит. Абсолютно. Вот я имею, вот, у меня же я доктор наук. Сейчас пойду, выйду домой, буду мыть посуду. Буду выполнять функции материала производительного труда. А если я только и буду мыть посуду, и перестану, чтобы если буду, я рабочим. И будет мне хорошо. Человек помыслит, вот, рабочий или не рабочий. Как вы мыслите, это называется подход субъективный. В зависимости от мышления. Марксисты исходят не из мышления, а из бытия. Вот бытие мое рабочее или мышление. Я себе-то мыслю точно рабочим. Но на самом-то деле я не рабочий. Кто желает, чтобы... И вот товарищ, а мысли от рабочих. И иногда это совпадает, когда он на грузовом самолете летит. Да вы понимаете, в чем дело. Вопросы еще есть. Еще вопросы. Давайте еще вопросы. Пожалуйста, давайте вопросы. А потом можно будет выступить. Я думаю, что это будет неплохо. Вот опять же дифференцируем. Вы потом выступите и скажете, какой я плохой. Хорошо. У кого еще вопросы есть? Вопросы? Нет. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Мы вспомнили, значит, про инициативный съезд, а потом про учредительный съезд. Я про учредительный говорю, про инициативный я не говорю. И тогда действительно в устав писали положение, по которому в руководящих органах и при принятии особо важных решений соответствующее представительство рабочих должно быть преобладающим. Где-то, что или на мере, до сих пор придерживаются и в РКРП, и у рабочих партий, насколько я знаю. Вот в рабочей партии, как на сегодняшний день, при определении принадлежности к рабочему классу, категории рабочих, вот как определяются, когда, значит, с одной стороны встает тот, кто производит материальные блага, так сказать, руду везет, а с другой стороны тот, который пассажир, так сказать, вот тут. При определении, куда его, так сказать, чем руководствует... Я могу только повторить, если он, так сказать, везет пассажиров, он это его услуга, и если он, так сказать, производит услуги, он не рабочий. Но водитель, который все-таки ввозит на автобусе и возглавляет там классовый профсоюз, он считается рабочим в рабочем? Ну, Марс вот не считается рабочим, а является идеологом рабочего класса. Поэтому для того, чтобы быть идеологом рабочего класса, не надо быть рабочим. Если человек не является, не обязательно, если человек не является материально-производительным, он может еще большую роль выполнять в коммунистической рабочей партии рабочего класса. Может. Для этого не надо зачислять в рабочей, наоборот, вредно зачислять. Я хочу сказать, что мы обнаружили, поскольку вы затронули вопрос, так сказать, а как в рабочей партии. А в рабочей партии мы обнаружили следующее. Вот у нас хороший устав был, так сказать, есть он в РКРП. Какой? Что вот большинство, большинством принимается, а в комитете должно быть больше половины рабочих. И вот собирается комитет. Значит, допустим, в комитете 100, я не говорю какой конкретный комитет, любой комитет, 100 человек. Из них, допустим, 53 рабочих и 47 нерабочих. Приходит 47 нерабочих, 47 нерабочих, они легче приходят. Я знаю, у меня два раза в неделю ухожу на работу, я могу всегда прийти, когда собирается кто-то, почти все дни. Так, 47 нерабочих и 4 рабочих. Сколько получается? 51. А рабочие другие не приходят. То в смену, кто в ночь, кто устал, у кого заболевание, кто в мэр. И получается, в комитете большинство рабочих, а решает каждый раз, фактически, как только собираются нерабочие. Что делается в этом случае рабочей партией? При принятии решения требуется, чтобы на данном заседании было большинство рабочих. На данном. А что делать, если в этих рабочих тоже не пришло? А вот не приходят. Не приходят. Это того, что 10 раз назови партию рабочие, а не факт, что с рецепт будет много рабочих. У нас мало рабочих, вот для Игра скажет, мало, интеллигентов много. Что мы делаем? Ну, если пришло двое рабочих, значит, из интеллигентов будет один человек голосовать. Ну, кому-то решат, кто будет. Все. Вот трое голосуют. А какой смысл, вот мы проголосуем, а кто пойдет на революцию? Интеллигенты будут с винтовками ходить ночью? Да не будут. Рабочие пойдут все равно. А мы сейчас будем вот голосовать. Вопросы, пожалуйста, еще. То есть вот так получается как-то неудобно и неприятно. И вот если так посмотреть, как получается, что вот много, хорошо, вот газету я вам. Вот мы сидим вверх, мы грустили. Вот у нас российский комитет рабочих. Ля-ля-ля, вот мы размахали и так далее. Знаете, сколько рабочих тут? Вот начали мы смотреть, прислал товарищ Золотов материалы. Видим, три выступления троих рабочих. Вот Шишкарев, он наладчик, он полярник, он орденоносец, он поэт, и он писатель. Он и высокообразованный, и все, что хочешь, и компьютер работает. Наладчик Зила. Высший класс. Вообще не выступил, вообще не выступил. Сидит, молчит. Вот мы его посадили, хоть по крайней мере, он сидит. И еще три человека. А потом, говорит, вроде было четыре. Стали звонить Золотову, забыли этого рабочего. Так много было, которые рассказывают, что они рабочие. Что забыли одного. Лапшин, причем, все эти самые, из человек машины. Выступил, прекрасно выступал человек. Забыли. Мы звоним, а где же это выступление? Звоним Шишкареву. У вас есть запись? Шишкареву звонили. Золотов звонили. Разыскали запись. Ну и далее. И что вы думаете здесь вот в этом выступлении? Меньшество от рабочих. На заседание Российского комитета рабочих. Просили, товарищи, привезите. Приезжают в Балахны. Все из рабочих. Председатель Простон, Балахминский. Средиозно-бумажный комбинат. Все из рабочих. За рабочих, ну, насмерть стоят. Прекрасные выступления. Почитайте. Прекрасные выступления. Борются за коллективные действия. Все. Ехать 40 километров от Нижнего Новгорода. Все на машинах. Ну, вы бы связали бы там парочку рабочих. Привезли бы на заседание Российского комитета рабочих. С кляпом, что ли, во рту. Ну, что делается? Ведь не привезти никого. Не привезти. Вот сами будут. Это вроде того. Вот вы говорите, кто такие мы? Вот интеллигенты в партии. Мы тренеры. Тренеры. А мы все время бежим и вместо рабочих забиваем голы. Вместо футболистов. Да пусть они играют. А вы им объясните, как играть. Покажите один раз, как вы забили гол. А если я буду все время забывать голы, что получится? Наша команда проиграет. Вот какая у нас проблема. Вот это вроде при хорошем понимании все правильно. И что получается? Собираем. Работим решающий голос. Мало того. Ищем фотографию. 100 фотографий у нас было. Показать фотографию в зале. Вот на первом месте кто угодно сидит, кроме рабочих. Все рабочие куда-то сзади, люди скромные. Тут все время сидят люди. Приехал какой-то дядя из Екатеринбурга. Неплохой. Но вот он везде впереди сидит. А вы посмотрите, что здесь. И тот Виктор Аркадьевич с докерами митинг проводил. Начали смотреть фотографии. Когда он был депутатом. Потому что нужно было... Они там поздно собрались, те, которые собирались. И только Виктор Аркадьевич, как депутат, мог в виде встречи с народом сделать этот самый митинг. Одни из знаменов троскистов. Что ни возьми, не поверни троскисты. Все там кулак сжатый, все. И они тут везде. Виктор Аркадьевич тут уже ни при чем. И докеры ни при чем. Одни троскисты. Куда они поединок бегут, с флагами все сделают. Страшное дело. Как саранча. Паразиты. Политические. Бегают везде. И везде они лезут с этим. Поэтому, может быть... Вы правильно застрели вопрос. Не оскорбительно ли это? Я вот с этим не спорю. Что вопрос должен быть так не оскорбительно. Не оскорбительно, потому что наша с вами функция тех, кто не рабочий, обеспечить рабочую власть. Рабочую власть... Вот, например, самарков. Это кто такие? Это люди, кого исполнительный комитет съезда Советов, рабочих, крестьян, сделал своим правительством советским. Это точно не рабочие должны быть. Да, если даже были рабочие, точно, если они становятся министрами, они будут не рабочие. Но кто их должен назначать? Вот рабочие, которые себя посоветуют. Так что это очень важно. И есть переходные формы. Вот я как понимаю вопрос Виктор Акадьевича. То есть по условиям труда, ну почти нет разницы. Что вы на самолете на грузовом, что вы будете лететь на самолете пассажирском. У вас уже функции те же самые. Совершенно понятно. Ответственность больше, когда у людей... Почему вы не рабочие? Вопрос. Потому что вы непосредственно в это время материальные блага не перевозите. Только поэтому. По определению. Знаете, что такое по определению? Треугольник это... Это когда три угла, а не четыре. Весите еще маленьких, дополнительных. Да. По определению. У меня тоже. У меня тоже. Я уже сразу даже за своими заболеваниями разобрался и вам докажу. Ясное дело. Мне-то легко доказать. Я вам докажу, что вы не правы. Да я и не сомневаюсь. Вопрос, пожалуйста. Вполне возможно. Я могу вам только сообщить те знания, которые у меня есть. А больше не могу. Водитель, который водит пассажиров по городу. Да. Нет, конечно. Нет, конечно. Но он по своим условиям жизни, по своим условиям жизни... А если... Который нарузирует займет... Да, рабочий, рабочий, рабочий. Но вот по своим условиям жизни этот пассажир, безусловно, безусловно, самый ближайший союзник рабочего. И поэтому они совместные всегда борются за одно. И есть еще люди, я уже говорил, пограничные, которые и то, и другое выполняют. Тогда он и то, и то, граница. Пожалуйста, вопрос. Скажите, пожалуйста, вот вы говорите, не собирается рабочий, собирается как раз нерабочий для вынесения какого-то решения. Субъективные есть причины, что они не являются, или объективные? Объективные. Объективные, связанные с тем, что вот, значит, наш брат любит поговорить, вот долго выступать. Вот я видел, сидит Евгений Петрович, представитель садорабочих, Тимофеев, Докер. Сидит, первый полчаса сидит нормально, второй, начинается второй час, потом он засыпает, потому что он с ночной. И на этом все. И если вот долго мы проводим, больше чем один час, все, рабочих всех разгоняем. Через некоторое время будут сидеть одни интеллигенты. Они это хорошие все интеллигенты, все хорошие. Я сам интеллигент, ничего плохого не вижу в этом. Но, я хочу сказать, мы разгоним, я могу 24 часа говорить, и вы можете 24 часа говорить. А рабочие, им вот на работу завтра вставать гораздо раньше, чем мне. А мы сидим допоздна. Вот в чем дело? Ну, это вот так, следующий вопрос. Ну, поскольку рабочих здесь поговорили, я, конечно, не рабочий, я ветеран. Ветеран военно-морского флота. Но я какое-то время работал на Ленинградском металлическом заводе, в паркоме. Цель моего выступления – изложить позицию экономистов, которые пришли к выводу о полноправной роли, включенных в капиталистическое производство, нематериальных услуг в создании прибавочной стоимости. Я хочу опереться прежде всего на суждение Карла Маркса. Из современных авторов буду использовать доводы экономиста Медведева, Владимира Афиногеновича, которые он изложил в монографии своей «Общественное воспроизводство и сферу услуг». Доводы Медведева я считаю убедительными и полностью их разделяю. Интерес к этой теме возник у меня при изучении прибавочной стоимости, которая является смыслом и целью капиталистического производства. В настоящее время это производство все в большей мере перемещается из материальной сферы в сферу услуг. Так, ведущей кап стране в Соединенных Штатах доля сферы услуг в охвате рабочей силы составляла в 1900 году 14,4%. В 1950 году 18%, в 1962 году уже 27%, в 1970-е годы сфера услуга хватила 2 трети, а в начале нашего века 4 пятых всех занятых и произвела при этом 4 пятых всего волового внутреннего продукта Соединенных Штатов Америки. Американская индустрия сегодня это индустрия услуг. Причем большая часть услуг производится частным капиталистическим способом. Например, более 66% всех больниц американских принадлежит частному капиталу и лишь 32% государства. Нарастание удельного веса в сферу услуг характерно и для других капиталистических стран. Все это требует объяснения и анализа. Возникает вопрос, если целью капиталистического производства является извлечение прибавочной стоимости, а само производство переместилось в сферу услуг, то возможно ли, чтобы в этой сфере не производилась прибавочная стоимость? Как бы вы ответили на этот вопрос, товарищи? Посоветуемся с Марксом. Он писал. Сочинение том 26, часть 1, страница 149. В отличие от работника материального производства, который удовлетворяет потребность человека посредством вещи, создатель услуги удовлетворяет потребность человека непосредственно. И в качестве вновь созданной потребительной стоимости можно считать некоторое новое качество, которое получает человек как предмет труда после окончания ему услуги. Таким образом, несмотря на специфику производства услуги, кругоборот капитала, авансированного на ее производство, завершается возвращением капитала в денежной форме с ростом на величину прибавочной стоимости, то есть так же, как и в товарном производстве. Как и стоимость товара, цена услуги будет включать стоимость рабочей силы, стоимость израсходованных средств производства и прибавочную стоимость. Формула стоимости услуги С плюс В плюс М совершенно такая же, как и формула стоимости капитала. Спасибо за внимание. Значит, мне показалось, что... Представьте. Казюнов Александр Сергеевич, профессор Генеральского государственного университета. Рабочий. Ну, конечно. Значит, три года был рабочим в молодости. Бывший рабочий. И будущий. Если вы нет. Да, если вы нет. Либо поменяют характеристику производителя. Мне кажется, что Михаил Васильевич проблем захватил вполне, может быть, не так подробно, отдельные моменты. Но моменты главные, основные, я думаю, он захватил очень прозрачно. Вот эти вот три, значит, вида деятельностей, из которых один является собственным трудом, трудом в собственном смысле слова, или в экономическом смысле слова, как говорили Маркс и Ингельс, трудом, значит, помогающим или работающим на общее дело. И трудом, значит, таким чисто духовным, духовным производством. И второй доклад. Мне кажется, что в своей такой положительной части он, в общем, повторил идеи Михаил Васильевича. Единственное, в чем здесь такое большое различие, которое, мне кажется, вызвало пафос второго докладчика, состоит в том, что, значит, сфера услуг, она получает какое-то такое, с одной стороны, самостоятельное значение, с другой стороны, значение сферы создания стоимости. Вот я эту теорию, я возьму, а вы говорите, там, что вы пишете, я эту теорию слышал в университете, когда был студентом. Что, значит, было в начале 20 века 15% в сфере услуг, в 50-х годах, значит, 20%, сейчас, сейчас, 55%. А мы вот отстаем, вот теперь мы догнали, когда производство разрушено, вот мы сейчас догнали. Сфера, у меня нет конкретных цифр, но если я позанимаюсь, обещаю, найду эти цифры, сейчас у нас рабочих меньше, а сфера услуги богатая, широкая. Единственное, в чем основа этого различия, в том, что Америка весь 20-й лет переносила производство, значит, в Азию, Африку и Латинскую Америку, а сама себе оставила функции, значит, повышения передовых производств, где они повышают производительность труда, и благодаря этому имеют самую высокую производительность труда в мире. С другой стороны, функция управления, этими эти колониями-то надо управлять. И, а слуху, понятно, частью они сами себя обслуживают, частью приезжают индусы, русские, другие полуурабские категории, там их обслуживают. Россия себе этого позволит, да, европейские сравнивающие, они все имели колонии в 20-м веке, и переносили черную работу грязную, и рабочих, значит, в Азию, Африку и Латинскую Америку. А своим немцам или японцам оставляли только серьезную, глубокую работу, и даже в основном умственные трусы, как японцы заявили, заявили, конструкторы, мы превратим Японию в конструкторское бюро мира. Да, работать мы будем на них, а они будут конструировать. Сфера услуг будет у них там, я не знаю сколько, 90%, потому что ученых там ведь много не надо. Один талант может там за десятилетий работать. И, как правило, даже в науке такое соотношение, что выполняют творческие функции 3% в любом институте. А остальные 97% они или чуть-чуть помогают, а слушают, или мешают, да, развлекают сигареты, компот и так далее. Поэтому здесь нужно иметь вот эту в виду историческую и социальную, значит, основу. Одно дело Америка с ее положением, значит, в мире, другое дело Альсии сегодня с неразоренной. И третье дело, как вообще это надо по уму сделать. И я думаю, что, значит, в будущем мире, в мире, конечно, сфера обслуживания будет большая, но я думаю, что и самим буржуям и прочим, значит, я думаю, их не будет, а трудящимся, ну, конечно, нужно будет взять на себя часть физического труда, уж тем более по самообслуживанию. Кушко. Да, да, нормально. Большое спасибо. Вопрос уже, пожалуйста, надо нам не забывать. О том, что у нас все время. Можно использовать, пожалуйста, скажу две реплики, поскольку меня задело выступление Михаила Сергеевича, конечно, и уважаемого оппонента. Ну, вот первое. Мне кажется, здесь надо перевернуть вещи в некриск, тезис, поставленный, ну, как бы, с ног на голову. Ведь сфера услуг, то, что сейчас она бурно развивается, это говорит как раз о другом и доказывает именно другое. А то, что производительность труда у рабочих выросла настолько, что сейчас рабочие высвобождают время для других, которые занимаются в свободное время услугами, наукой, искусством и творчеством. И, проще говоря, если сто лет назад производительность рабочих была такая, что два-три человека могли заниматься сельской сервисом, то сейчас 10 человек и больше. И второе. Вот это расширение производительного труда, когда их услугу туда втаскивают, очень такая скользкая, опасная тропиночка, по которой приведем совсем к другому направлению, и к тому, к чему мы, скажем, стремимся. Вот два примера. Значит, Маркс в дискуссии с одним из экономистов, по-моему, Гарниев, он писал, что эту идею можно довести, вот если идти по этой дорожке в этом направлении, до абсурда. И приводил пример. Вот вроде понятно, труд хлебопаста производительный. Давайте скажем, те, кто оказывают услуги, тоже производительный труд. Тогда, если вы жуете хлеб, вы же услугу какую-то делаете для себя, значит, ваш труд тоже производительный. Значит, все те, кто жуют хлеб, это производительный, это рабочие. А те, кто создает хлеб, только мешают жевать. Или второе, ну ладно, у тебя, скажем так, работник сферы действительного прощения, да? Вот я сижу на работе. Ну, понятно, рабочий. Вот Виктор Маркович придумал. А это вас, Маркс, тоже был умный человек. Нет, это его критика, вот эта позиция, Гарниев. Аналогия, это всегда способ право-силовства. Сейчас, давайте я закончу. Ну, как ты, ну, как ты, ну, как ты, ну, то же самое сказать. А вот если бы я был к Малку, то бы дедушка Маркович. Конечно. Это не он дедушка Маркович, я дедушка Маркович. Значит, понятно, что и летчик, перевозящий, там, грузы какие-то, производительный труд. Вот банковский работник. То есть, с утра пришел на работу, взял источник бумажки, написал здесь, крупный бутылок, акция, миллион рублей. Зачем так мало? Сто миллионов рублей. Пошел на рынок, продал ее. Оказал услугу. Значит, что мой труд производительный. То есть, мы доведем это дело до абсурда. Можно вопрос? Нет, вопрос. Вопросы за выступление. Пожалуйста, давайте. Значит, позвольте, я сделаю подвечительное выступление. И отвечу на некоторые замечания уже, потому что с вопросом мы закончили. Я думаю, что вопрос о количестве, сколько человек, чем занято, это совершенно посторонний к тому проблеме, к которому абсолютно посторонний. Вообще, никакой целью общества не является, чтобы было много производительных работников. Наоборот. Целью нашей является, чтобы производительных работников было очень мало. В этом смысле роста производительных труда. У нас-то цель другая, чтобы свободного времени общества было много. Другими словами, что... Вот я, значит, если уж, так сказать, принимать критику на себя, всякий докладчик, если он что-то, так сказать, не донес, значит, он и виноват. Вот я виноват в чем? Наверное, в том, что я, может быть, не очень просто это рассказывал. Я постараюсь немножко проще и короче сказать. Вот производительные работники выпекают большой блин. Один блин или пирог. Вот все остальные люди, которые непосредственно не выпекают этот блин, они делают очень хорошие, полезные вещи. Едят этот блин, кусочки получают и меняют на условный, на духовный. Вот это и художники, это и поэты. Но Пушкин же не выпекал блин. Пушкин не выпекал, и Лермонтов не выпекал, и Некрасов не выпекал. Но все они ели этот пирог или блин, который выпекали производительные работники. Совершенно правильно, вот здесь Владимир Константинович в своем выступлении, я считаю, все подтвердил то, что я говорил. Он же прямо говорил, доставляет прибавшенность. Да, конечно, доставлять его тут. Как доставлять? То есть, чем бы я ни занимался, это позволяет мне этот кусочек пирога себе получить. Для этого не надо выпекать этот блин. Для этого надо что-то дать тому, кто выпекает. Или отобрать у него. У нас что получается в буржуазном обществе? Я почему не понимаю, почему вот американское общество послужило со своими, так сказать, структурами, основанием для таких выводов. Если много будет этих самых работников. А косметологи, а массажистки, а проститутки. Это все тоже, это же не услуга. Услуга. Как же можно в эту сеть с этим пойти? Значит, так вот есть другое понять. Цель уже наша является свободное развитие всех членов общества, записанных в программу партии. Ленинскую в одну, во вторую. То есть наша цель свободное всестороннее развитие. И эта проблема решается таким образом. Одни люди, занимаясь непосредственно производством материальных благ, выпекают этот пирог общественный. А вот тем самым, вот их труд необходимый. Вот все остальные люди живут в свободное время общества. В том числе и я. В том числе все люди, которые заняты духовным трудом, образовательным, услугами и так далее. Они в свободное время общества. И если не будет этого пирога, общество вымрет. Это вот тот тезис, который надо марксистские главные воспринять. Чтобы мы не запутались в цветах. Главный тезис, что для того, чтобы заниматься наукой, искусством, культурой, надо что делать? Есть, пить и одеваться. Поэтому вот об этом ангелец говорил. На богиле Карла Маркса. В связи с его смертью. Это главное, что надо усвоить в марксизме. Следовательно, вот это главное. А, но это не является, это основой. Но это не наша цель. Основой развития общества является материальное производство. А цель вовсе не развития материального производства. Развитие материального производства не наша цель. Наша цель свободное духовное развитие. Но чтобы его получить, надо развивать. И чем меньше будет производительных работников, тем лучше. Хотя это можно трактовать по-другому. Можно было бы сделать так в советское время, чтобы у нас рабочих и крестьян не уменьшалось, а свободное время бы у них увеличилось. И они были бы в состоянии некоторые услуги делать сами. И они в состоянии были бы духовно развиваться сами. А мы делали все меньше и меньше рабочих, при том, что у них не увеличился объем свободного времени, а объем рабочего времени оставался прежним, и все больше было людей со столами недовольных советской власти. Потому что столов много, людей много, вот этих занятых всякими другими процессами, инженеров, преподавателей, ученых и так далее. И все недовольны. Недовольных низкой зарплатой. Недовольных низкой зарплатой. Почему? Потому что очень много этих людей. А вот и сейчас, например, никак нельзя добиться, чтобы не освобожденный был профсоюзный работник, а чтобы лучше на эту ставку профсоюзные два рабочих встали по полставки. Чтобы он половину времени бы занимался производительным трудом, а на половину времени бы занимался освобожденной профсоюзной работой. Вот он бы был человеком будущего коммунистического общества. А нет, вот давайте мы огромную толпу, как в Америке, как Владимир Константинович нам обрисовал, вот на шее у рабочего класса и христианства сидят огромное количество людей, значительная часть из которых совершенно необходима. Совершенно необходима как врачи, учителя. Совершенно необходима для производства любого, хоть буржуазного, хоть не буржуазного. Потому что во всяком производстве, в рабовладельческом, в буржуазном, хриотальном есть общие моменты, которые необходимы и в коммунистическом производстве. А значительная часть это паразиты, которых наплодили в этой Америке, которых наплодили у нас. И не надо с этих паразитов, из паразитических государств брать для себя пример. Вот я хочу сказать, что мы об этом пироге никогда не должны забывать. Каждый раз, вот очень правильно было, Владимир Константинович, подчеркнуто, что услуга, она существует только в процессе деятельности. Вот когда вы везете пассажиров, в этот момент, вот пока вы их везете, вот вы и совершаете им услугу. Вы ее не можете складировать, взять с собой, перенести, передать. А вот груз вы отнесли и положили. Это что такое товар? Товар это такая вещь, в которой заключен и хранится человеческий труд в виде стоимости. Вот смысл-то как раз в трудовой теории стоимости в чем? Что это обесчисленный труд. Обесчисленный, а не оуслужленный. Не может быть оуслужленного труда, потому что он прекращается, услуга, в момент прекращения труда. Вот пока я говорю, вот сейчас я говорю, значит, вот я совершаю, так сказать, некую образовательную услугу. Я рот закрыл, нету больше этой услуги, все, нельзя ее в карман положить. Никуда не передать, ничего. Я могу книжку написать и продавать. Вот это будет что? Производство книг это материальная деятельность. Я, кстати, книжки не произвожу. Я могу написать. Это будет просто, опять же, идея, и не более того. А производят книжку, те, как типографии, и тяжелый очень труд, и вредный там труд у них. Для того, чтобы... Вот они делают книги, а мы идеи только подаем. Очень хорошие, очень важные, очень нужные и так далее. Вот если мы вот эту забудем, мысль о том, что в основе всего развития человеческого лежит развитие материального производства, и не выделим вот этот труд, мы перестанем быть историческими материалистами. Поэтому мы можем 10 раз говорить, что мы коммунисты, а мы даже и не марксисты, и не материалисты даже. Не исторические материалисты. Вот в чем проблема. Вот я еще хочу сказать по поводу некоторых переводов. Вот Владимир Александрович, вы знаете, что в немецком языке нету различий между рабочий и работник, арбитер. Поэтому вот эти цитаты потом выяснилось. Сплошь и рядом наши дорогие друзья из сферы услуг переписали, пишут не работник, а переводят рабочий. Совокупный рабочий есть такой перевод капитала. Нет никакого совокупного рабочего у Маркса. Есть авторизованный перевод на английский язык. Простите, на французский язык, который лапарги делали. То есть дочь Маркса и ее муж. Там написано. Не урир рабочий, а трава е, работник. И вот такие фокусы даже делают люди для того, чтобы подогнать вот под эту точку зрения. Поэтому я еще раз хочу сказать, что мы сегодня не обсуждаем вопроса важности того или иного труда. Мамы всякие нужны, и мамы всякие важны. Общество по необходимости разделило труд, а он же был когда-то сконцентрирован в одном, да, у первобытных людей. А потом появились жрельцы. Это как сейчас вот преподаватели вузов, профессора. Так, появились вожди племен. Это нынешние, так сказать, руководители такие разные. И что? Они были освобождены от материально-производительного труда. А другие доставляли это. А потом уже, попробуй они не доставь, когда началась эксплуатация, и так далее, и так далее, и так далее. Мы должны видеть эту картину, и сколько бы там это ни расширялось, мы не должны прибегать к аналогии. Аналогия, я вам хочу сказать, это не способ промыть. Аналогия, как говорил Гегель, худший вид рассуждений. Аналогия не научный способ доказательства, и вообще не способ доказательства. По аналогии, ну, мало ли, что вы скажете, вот я похож на обезьяну. Ну, похож, да. И что? Можете сказать, я не буду даже и оспаривать. Я вам скажу, что вы подтверждение теории... Можете сказать, вы можете все что угодно сказать, это не будет научным доказательством. То есть аналогия есть худший вид доказательств. Обращаю внимание на штурских цитатах, которые Владленко Затинович вот здесь очень аккуратно произносил. Вот он говорит, что часть услуг может быть позволяет доставлять прибыль. Я согласен, доставлять, да. Вы это в докладе говорили. Да, я и говорю, что он подтверждает. Теперь приносить прибыль. Но вот когда Владленко Затинович говорит, то есть создает, это неправильно. Создает. Приносить это и значит приносить. Да, приносить может любой труд прибыль. То есть вот этот пирожок... Любая деятельность. Пирожок, любой деятельность может, потому что она даже и не может... Никто не будет заниматься этой деятельностью, если она не будет ему приносить этот пирожок. Он умрет просто. Если я занимаюсь нематериально-производительным трудом, я должен какой-то делать вид деятельности, который обществу нужен, ну или вообще обществу, как человеческому обществу, так сказать, можно сказать, во всеобщем смысле полезным, или буржуазному обществу, то есть никакому обществу не нужно, но буржуазному нужно. И я буду этим заниматься, и господам отдельным. И это тоже мне будет приносить этот пирожок. То есть без пирожка-то никто прожить не может, поэтому действительно можно согласиться с тем, что всякий труд приносит что? Некое материальное благо, а поскольку они товар в буржуазном обществе, то он приносит стоимость. А поскольку эта стоимость добыта за счет эксплуатации рабочих, то он приносит прибавочную стоимость. А поскольку прибавочная стоимость существует не только как сущность, но и как явление, то она приносит прибыль. И это Владимир Константинович все это цитировал, и я думаю, что он только подчеркнул то, о чем тут шла речь. Вот покупка услуг, да, имеет место. Но покупка услуг, может покупка, может быть, того, я об этом говорил, что не имеет стоимости, а цену имеет. Не продается вдохновение, но можно рукопись продать. То есть покупать можно что угодно. Это называется иррациональная форма. Земля. Я приводил вот соответствующий пример. И многое из того, что не имеет стоимости, может продаваться и покупаться. И, конечно, когда мы говорим о роли учителя, роли врача, воспроизводстве работников, то она просто колоссальная. Вот о роли образования. Колоссальная роль. Но при этом мы должны понимать, что этим самым работникам образования нужно давать материальные блага, чтобы не умерли с голоду. И опять-таки, даже с точки зрения уважения этих работников образования, и культуры, и науки, и любой другой сферы услуг, нужно подумать о том, чтобы они тоже получали этот самый материальный продукт, потому что их не накормишь посланием президента. Вот в чем дело. А товарищ президент говорит, что вы теперь надейтесь на себя. Дескать, на государство не лезетесь, и на кого не надеетесь, и на меня не надеетесь. И что же делать тогда в своей статье внезапный период? Ну что это такое? Скочение троповища. Так что, я думаю, что очень полезное наше обсуждение. Совсем не обязательно, чтобы мы по этому поводу сразу, так сказать, пришли к каким-то окончательным выводам. Конечно, есть, Владимир Владимирович, они останутся. Я думаю, что мы в будущем году, в следующем семестре, мы уже поставили в план, вот вы можете посмотреть в горе, мы снова к этому вопросу вернемся, и еще этот вопрос пообсуждаем, а не будем думать, что такие вопросы можно решить в один раз все. Спасибо за внимание. Мне кажется, достаточно. Я думаю, в частном порядке достаточно. Значит, следующий четверг занятия пока по расписанию.